МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужно выучить больше и больше и больше. Гефесянам 6 глава, 12 стих говорит. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Дорогой Господь, мы молимся во имя Иисуса, драгоценный Дух Святой. Ты двигайся в нашей жизни. Мы молимся во имя Иисуса. Покрой нас, Отец, своей силой. Говори к нам. И научи каждого из нас. Прикоснись к нашим ушам, прикоснись к нашему уму. Открой наше понимание к откровению Твоего Слова во имя Иисуса. Мы провозглашаем это во имя Иисуса. И мы провозглашаем, что голос сатаны и демонов должны замолчать. Мы провозглашаем, что Дух отвлечения уходит из этого места прямо сейчас. Мы хотим видеть Твоих ангелов, Господь, приходящих и выходящих в этом месте. Окружи нас огненной стеной вокруг нас. Во имя Иисуса. Используй меня. Я здесь. Во имя Иисуса. Слава Богу. Новые уровни, уровни конфронтации. Но основная тема – это духовная война. Что Слово Божие говорит нам об этой духовной войне? Нам нужно понять, что это духовная война. Этот конфликт, эта конфронтация со злыми силами. Она не открыто случается в этом мире. Это не просто демоны влияют на нас, имеют влияние на нас. Но это включает в себя по большой шкале страны и территории. И это тема, о которой проповедовали христиане поколениями. Но были не только люди, которые говорили об этом, но люди, которые бились этой битвой, бились в этой войне. Как мы прочитали эфесянам. Это источник библейского откровения об этой теме. Павел показывает нам реальность этого мира, потому что это реальность этого духовного мира, в котором Церковь должна участвовать. Я повторяю снова, что Церковь должна быть вовлечена в эту войну. Но нам нужно идти на эту войну, на эту битву с пониманием, с правильным пониманием и с правильным оружием. Нам нужно иметь знания и причины, знания дела. Но также нам нужно быть оснащенными всем оружием Божиим. Духовная война — это реальность, от которой мы не можем избежать. Это реальность, в которой мы, как Церковь, не должны избегать. И мы не можем даже представить себе, что я здесь в углу, никто не разговаривает ко мне, никто не... Эта война, она... Это служение ни одного человека, это служение всех людей, группы. И у нас нет выбора. Со дня, который мы дали свою жизнь Иисусу, вы теперь являетесь частью этой войны. Вы понимаете? И мы не можем убежать от нее. Вот почему Пол сказал, что мы не можем... Наша битва не против плоти и крови, не против людей. Но что мы видим? Мы видим, как люди воюют друг с другом, делают больно друг другу. Но наша битва против демон, против иерархии один, против сил тьмы, против властей, против мироправителей тьмы. И это духовная война. Павел говорит, что наша духовная война на каждом уровне. И это не опция, не выбор для верующего, это необходимость. И чтобы нам понять эту войну, первую вещь, которую нам нужно понять, что эта война началась на небесах. Был момент в вечности, когда восстание произошло на небесах. И даже перед созданием человека, до создания человека, Херувим, которого звали Люцифер, он восстал против Бога. И он совратил одну треть ангелов, и они восстали против Бога. Эта истина рассказывается в Библии. Книга Езеки, 28 глава, Исайя, 14 глава, Откровение, 12 глава. Говорят об этом восстании на небесах против Бога. Это говорится фигуративным и пророческим языком. Но сегодня я пойду глубже в эту тему. Сегодня мы не будем говорить о падении сатаны. Но наш фокус сегодня что злые духи, они противостоят Божьим силам. И до создания Адама, потому что многие люди задают вопрос, как Адам согрешил, какое зло было уже в мире. И так или иначе, вы вовлечены в эту войну. И эта война началась сначала на небесах. И у церкви есть миссия править здесь на земле. когда Бог создавал человека, его цель была, что человек будет легальным представителем Бога, что он имел власть над всем над землей. И если вы читали Библию, вы знаете, что у Адама была власть над всем созданием Божиим. Но из-за греха, из-за греха сатана забрал себе всю эту власть обратно. Вот почему сатана установил хаос. И поколение после поколения сатана приносит хаос в этот мир. Это смерть, это разрушение, браки разрушаются. Аминь. Но Иисус Христос, Он уничтожил все это, все эти проклятия. Давайте книга Колоссяйном 2.15 Что Иисус Христос, отняв силы у начальства, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Аминь. И здесь, в этот момент, на кресте, Бог восторжествовал над силами зла. И каждый рожденный свыше христианин. Вот почему мы говорили об этом на Господней Вечере. Потому что, что мы делаем здесь, на земле, мы провозглашаем что-то могущественное над над злыми над проклятиями. И когда мы принимаем Господнюю Вечерю вместе, мы провозглашаем это снова и снова. Потому что Иисус взял свою власть обратно и дал эту власть Церкви. И у Иисуса Христа завет с Его Церковью. И это важность, которую Церковь имеет здесь, на земле, чтобы противостоять силам сатаны. и мы здесь, чтобы взять в свои руки все, что сатана украл. Вот почему Иисус сказал, куда бы вы ни пошли, проповедуйте Евангелие, воскрешайте мертвых, исцеляйте больных. власть, которая была дана Церкви. Куда бы я ни пошел, я всегда молюсь за людей. И это наша миссия, это то, что нам нужно делать на этой земле. У Церкви есть призвание, которое дал нам Иисус. и это призвание, это победа над царством сатаны. Мы Церковь, и мы здесь, чтобы сделать разницу в этом мире. Иисус сказал, что мы свет миру, что мы соль в этом мире. и где бы мы ни были, мы являемся разницей. Аминь. Давайте пойдем глубже. даже кризис, хотят избежать этой правды. Даже если есть верующие, которые хотят избежать этой правды, у них нет... по факту, у нас есть то, что мы можем побеждать. И мы должны быть военными в этом мире. в этом мире. Мы не позволим, чтобы сатана правил опять. Духовная истина должна быть практикой в нашей жизни, ежедневной практикой в нашей жизни. Мы можем иметь победу со Христом, так же, как Он имел победу для нас. Нам не нужно ждать вечности, чтобы испытывать это. Мы можем испытать это сейчас. Слава имени Иисусу. Книга Римлянам 5.17 говорит, что мы рождены свыше и как многие из нас получили новую жизнь. и это для нас. Что нам нужно, это понять и знать, какой характер эта война имеет и что вовлечено во все это. Мир это территория занятая демонами, которых они удерживают людей рабами и заложниками. но вы свободны. Мы призваны не только освобождать людей, но освобождать также города. Аминь. вот почему куда бы вы не пошли, всегда на этой войне, в школе или на рабочем месте, или в любом другом месте, потому что мы не можем спрятаться от этого. Вам нужно иметь конфронтацию с этим, вам нужно воевать с этим. И у нас есть власть имени Иисуса, у нас власть крови Иисуса. И куда бы мы не пошли, нам нужно противостоять этому. Аминь. Поэтому будьте верующим, будьте христианином. Аминь. Нам нужно победить духовную войну. и нам нужно забрать обратно пространство, которое победил сатана, захватил сатана. Вот почему Павел говорит о кознях дьявола. И Ефесянам 6.11 говорит, что козни дьявола. дьявола. Вы запрещали что много сетал на луге. И не дьявола. И не дьявола. Вы иногда ловили себя в ситуации и думали, о, как это случилось. Например, вы ехали на машине и вдруг откуда ни возьмись, появилась другая машина и врезалась в вас. Или иногда вы идете в какое-то место и кто-то начинает с вами спорить и противостоять вам. Наша война не против плоти и крови, но против сатаны. вот почему много раз Слово Божье говорит «бодрствуйте». Потому что всегда есть какие-то ямы, которые сатана приготовил для нас. И сатана пытается предотвратить Божью власть, которая должна прийти на землю. И из этого концепта знания духовной войны первый концепт, который мы должны понять, это что война она духовная, а не естественная. К сожалению, многие из нас недопонимают и думают, что это что-то естественное. И пастор Марсио говорил свое свидетельство, когда он был новообращенным еще, что начали спорить с ним, ну, как бы ругаться с ним в СМИ, и он не знал, что делать. Он не знал, как предотвратить эту битву, эти споры. И он пошел в комнату свою и преклонил колени и начал молиться. И он во имя Иисуса он во имя Иисуса я приказываю сатане уйди из этого места. И когда он вернулся в то его мать и отец сидели спокойно и они не дрались больше, потому что война не была естественной. И демоническое влияние за всеми этими спорами, раздражением, не так ли? я говорю о влиянии они об обладании злыми духами. Иногда даже даже в браке в моей семье бывает время, которое не очень приятно и это влияние, которое и может быть это ваша жена или ваш муж. и может большая война начаться в семье из-за тарелки или ложки или вилки. Не так ли? Но Павел говорит нам, что эта война случается в духовном мире. И наша битва там должна, наша власть там, наша власть она в небесном реальности. И нам нужно сравнивать себя с орлами. вы знаете, что орел не имеет никакой власти здесь на земле, но вся его сила, вся его власть она на небе. Вы когда-нибудь видели орла на земле, которые борются со своей жертвой? Нет. Первое, что он делает, он ловит свою жертву и несет ее в небо, где у него есть власть над жертвой и где у него есть вообще власть. И не так ли? Вы никогда не увидите орла, борющегося со змеей на земле. он борется только на небесах, потому что это его уровень. И на этом уровне у него власть. небесные небесные миры, это духовное миры. И в духовном мире мы должны иметь знания, нам нужно иметь знания, нам нужно иметь откровения, нам нужно об этом духовном мире. И мы не получаем победу в этой войне через человеческие оружия. Вы никогда не победите сатану человеческими усилиями. может не вашей влиянием, не вашей физической силой, не вашим знанием. Мы можем использовать, конечно, Бог может использовать естественные ресурсы, но чтобы иметь победу, нам нужно защищаться другими ресурсами. и также у нас есть преимущество. Почему? Потому что Церковь Божья, у нее есть сила и власть, и у нас несравнимое духовное оружие. церковь и в этой войне наша позиция выше, злых сил. Согласно Библии, если мы пойдем Ефесянам, первая глава, 20-21 стих, который говорит, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем. И все эти силы и господство и власти, все это злые силы. Но Библия говорит, что мы превыше всего этого, что Иисус превыше всего этого, и у нас есть больше власти, чем у сатаны. И у Иисуса Христа титул, который выше любого титула. Библия говорит, что не только в этом мире, но и в мире, который придет в последующем. Не только в всем веке, но и в будущем. Ефесянам 2.6 говорит, «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». что мы будем править с Иисусом в духовном мире. И мы видим, что уровень, который мы имеем, он намного выше. И поэтому у нас есть преимущество над сатаной. Аминь. потому что это Иисус. Иисус сказал, что «Я построю церковь мою, и врата ада не преодолеют ее». Аминь. Слава Богу. И поэтому нам надо научиться бороться сатаной, этой силой, с этой властью. И мы должны смотреть на него сверху вниз. Нам нужно понять, что у нас есть преимущество, потому что наше оружие мощное в Боге. 1 Коринфянам 10.4 И евреям 1.13.14 говорит, что ангелы служат нам. Аминь. Наше оружие мощное в Боге. Аминь. третий пункт. Когда мы говорим об оружии, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду духовное оружие. Бога. Это не только наши слова. Но у нас есть Божье Слово. Мы поговорим немножко больше об этом в следующую неделю. И также у нас есть имя Иисуса. У нас есть кровь Иисуса. Поэтому мы можем прийти против этой ситуации не просто натуральным образом, но духовным, но по-духовному и с властью, которую мы имеем во имени Иисуса. Третья война – это серия битв и стратегий. И это борьба случается постоянно до самого последнего дня, когда сатана и его последователи будут брошены в озеро Огненное. Аминь. Поэтому война – это серия битв и стратегий. И у нас есть периоды небольших конфронтаций, но есть периоды очень больших конфронтаций. «Ефесянам 6-13 говорит «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и преодолевший устоять». И все преодолевше устоять. мы мы можем увидеть здесь, что здесь разные уровни духовной конфронтации. и апостол Павел называет это день злой, день злый. Это особенное время, когда большой конфликт возникнет. День злой, день большой духовной войны. и в эти дни мы должны быть сверх сильными, нам нужна сила Божья, нам нужна и это очень важно для нас. И есть случаи, когда церковь, например, должна смотреть и бодрствовать и смотреть, чтобы сатана не пришел и не украл то, что посеяно. Это не только побеждать, но также и бодрствовать, чтобы то, что побеждено, не забрал сатана обратно. Потому что иногда сатана может и сатана например, сатана приходит и имеет обратно человека, который не хочет ходить в церковь больше, не хочет и причина, что вы должны продолжать смотреть, продолжать бодрствовать. и это случается в церкви, это случается на семейном уровне и во всех нациях, на всех уровнях. И может быть вы завоевали это место, завоевали эту территорию, но иногда этот что этому человеку нужно понять Аминь. Аминь. Потому что по факту мы не только атакуем врага, но и враг также атакует нас. И когда мы прогрессируем, когда мы завоевываем, когда мы предотвращаем, когда мы боремся и мы разрушаем стратегию демонов. И в этих ситуациях нам нужно продолжать и быть постоянными. Четвертый пункт это сила сопротивления. Царство Божье, царство тьмы не может атаковать нас или завоевать нас неопределенно. И вы знаете, что царство сатаны у него лимитированные ограниченные ресурсы. момент во времени, когда он не может победить. И апостол Павел поэтому сказал, что мы должны сопротивляться до этого злого дня. Потому что сила сатаны она ограничена. и она заканчивается. Но наша сила она идет от Бога. Вот почему ефесянам говорят укрепляйте себя Господом. Укрепляйте себя Господом. Аминь. И также Иакова 4 7 говорит покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Почему он убежит? Потому что его силы ограничены, его влияние ограничено, власть ограничена. Аминь. Аминь. И со всей этой постоянностью Иногда мы можем не быть постоянными и перестать в потенциальной победе. Но победа близка, но вы перестали бороться. Пастор Нивальда, я хочу примести пример. Пастор Нивальда, я хочу примести пример. Миссионер, например, что случается с миссионерами? Многие становятся лидерами, становятся пасторами. но они не остаются в стране, в которой они были родились. И я понимаю это с ясностью. Люди, которых я встретил, они здесь в Ирландии, они проходили тяжелые обстоятельства, через кризис, иногда через смерть. несколько месяцев они возвращались в Бразилию, потому что они не были постоянными. И знаете почему? Потому что они не были помазаны. Сколько лет пастор Марса здесь? 15 лет. И у нас пастор Шаи в Англии он 20 лет. И все те, кто были помазаны как миссионеры из Бразилии, у них сильная мощь в них. Хотя многие люди, когда они близки к победе, они перестают настойчивость, не обладают настойчивостью. Уровни духовной войны. если вы пойдете к книге Люк 10, 17, 19 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». «Се, даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Иисус ответил «Я сказал, мы силы на землю». Иисус не только для доминания с спиритом, за кем маршу, но только для доминания и с спиритом на земле. Иисус дал нам власть не только здесь на земле, но как бы на что мы можем победить все уровни духовной войны. И даже сатана может быть побежден, потому что Иисус провозгласил «Я видел сатану спадшего с неба как молнию». И когда Павел говорит к церкви, он говорит о трех силах зла, о трех видах сил зла. Первое это власти против против начальств. И он говорит об этой хирархи в убывающем порядке. И он начинает с начальств против властей. Самый высший уровень это начальство. это злые духи великой силы. Потом идут власти. Они ответственны за нации и территории. и каждая нация имеет власть над собой. На греческом власти это арха. Арчи. что означает затем идут мироправители тьмы века сего. И если мы пойдем в книгу Даниила 10 глава которая говорит я не прочитаю все но он сказал мне не бойся Даниил с первого дня как ты расположил сердце твое чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим слова твои услышаны и я пришел бы по словам твоим но князь царства персидского стоял против меня 21 день но вот Михаил один из первых князей пришел помочь мне и я остался там при царях персидских и мы видим что принц князь Персии он не может быть человеком потому потому что у него была сила остановить ангела приходящего с неба и 21 день он боролся сопротивлялся ангелу Божьему и мы видим духовную войну и это духовное духовное правление против человека и если мы посмотрим книга Даниила 10 глава 12 стих это тот же ангел который говорил к Даниилу он называет этого демона князем Греции и как мы видим что всякая нация имеет начальство и это включает начальство и категории все категории вторая сила силы это духи власти власти это духи с великой силой которые координируют злые козни по отношению к особенным случаям они находятся на определенной территории и мы видим что у них есть уровень влияния например если вы посмотрите вокруг вы увидите например иногда люди женятся и потом очень быстро разводятся или есть города например в которых сексуальные извращения очень много много или например есть города или территории на которых уровень насилия очень высок и это все власти и эти власти сила этой власти она очень сильна или например уровень суицида очень высокий вот почему мы как церковь мы должны позиционировать себя против властей и против властей и на часть мироправителей тьмы века сего затем мы имеем мироправителей тьмы века сего эти мироправители это духи которые слушаются командам и слушаются властям и начальством они ниже в иерархии и мы видим и мы видим духов злобы духи злобы поднебесной и мы часто называем их злые духами и мы видим что люди которые мы видим которые когда люди ну вы знаете что что-то неправильно с ним может может быть человек постоянно вы не знаете что случилось с ними может человек который не может удержаться на работе ходит с места с места они разрушают свой собственный брак взаимоотношения и это действие духовно это последствия того что злые духи пришли в их жизнь под влиянием злых духов давайте встанем пожалуйста давайте помолимся согласно тому что Иисус дал нам власть мы как церковь у нас уровень силы мощи который превыше чем сатанинская сила и куда бы вы не пошли проповедовать проповедуйте слово молитесь за людей запрещайте духом болезни запрещайте духом суицида запрещайте запрещайте духом депрессии потому что у нас есть сила над этим власть власть над этим мы мы здесь для того чтобы принести у нас у нас и и у нас и и и и и Продолжение следует...